Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей в студии Анна Черных. Смотрите в этом выпуске. Можно выдыхать. В Омске нашли предприятие, которое травило жителей. Музыка. Переехал и попытался скрыться. Водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе, искали по соцсетям. Омские жокеи на коне. На ипподроме прошли самые престижные скачки страны. И 10 часов лучшей музыки. Не покидай меня, безумная мечта. Омские театры устроили масштабный опен-эйр. В Омске нашли источник вредных выбросов. Превышение опасных веществ зафиксировано на предприятии Астра. Здесь производят химическую продукцию. В эти выходные омичи почувствовали резкий запах газа. Причем жалобы экологам поступали со всех районов. Из нефтяников, левого берега, центра, амура, привокзальной площади. Люди закрывали окна, жаловались на головокружение и тошноту. Мобильная эколаборатория провела анализы на проспекте Губкино. Рядом с территорией предполагаемого завода-нарушителя. Даже во время замеров специалисты ощущали устойчивый специфический запах. В результате проведенных замеров выявлено превышение предельно допустимых концентраций мифил-меркаптана 1,6 ПДК, мифил-бензола 1,7 ПДК. А также отмечено содержание других сероорганических и ароматических углеводородов. Информация немедленно передана в управление Роспироднадзора, так как объект ООО «Астра» подлежит Федеральному государственному экологическому надзору. После проведенного исследования специалисты Росприроднадзора вправе организовать внеплановую проверку завода. Добавлю, что компания «Астра» — одно из немногих крупных предприятий, которое до сих пор не заключило смен природы соглашения об экологическом партнерстве. Документ был подписан, однако вскоре со стороны завода экземпляр отозвали без указания причин. Без этого договора экологи не могут оперативно попасть на территорию и сделать все необходимые замеры. Между тем, буквально спас от неприятного запаха мощнейший ливень, который обрушился в субботу. В районах еще и сыпался крупный град. Видеозаписи, разгула, стихии местные жители выложили в соцсети. В деревнях Большереченского и Саргатского районов повалило деревья, а град размером с вишню практически уничтожил посадки на дачах. Нелегко пришлось и автолюбителям. Видимость на дорогах была практически нулевой. Водителям пришлось съезжать на обочины. У одной машины градом сломало дворники. Боря была настолько сильной, что пользователи в комментариях сравнили ее с концом света. Сегодня праздник любви и верности. По всей России отмечают День Петра и Февронии. Семейная пара признана эталоном супружеских отношений. По сказаниям, крестьянская дочь Феврония излечила князя Петра от недугов, после чего они обвенчались. Когда Петр унаследовал княжение, бояре потребовали у него оставить крестьянку. Однако влюбленные выдержали все испытания. Спустя три сотни лет они были причислены к лику святых. В адрес амичей поздравительную телеграмму направили губернатор Александр Бурков и спикер областного парламента Владимир Варнавский. Они пожелали каждой омской семье благополучия, мира и согласия. Жившие в 13 веке Петр и Феврония стали примером супружества как для современников, так и для потомков. Их история напоминает о том, что брачные узы святы, а преданность, верность друг другу – залог счастья. Берегите своих родных, заботьтесь о старшем поколении и больше внимания уделяйте младшему. Пусть в каждой омской семье всегда царят мир, согласие и любовь. Нашли виновника ДТП по фотографиям в соцсетях. Амичи помогли обнаружить автомобиль, водитель которого сбил женщину на пешеходном переходе. Авария попала в объективы камер видеонаблюдения. ДТП случилось на пересечении улиц Ардженикидзе и Яковлева. На кадрах видно, как два пешехода переходят проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Один из автомобилистов не пропускает идущих людей. Тойота ВИЦ проезжает прямо по ноге женщины. Амичка упала, однако водитель не остановился, чтобы помочь, а поторопился скрыться. Врачи диагностировали у сбитой женщины перелом малой берцовой кости, разрыв лодыжки и множественные ушибы. Видео с просьбой найти нарушителя разместили в соцсетях. И спустя пару часов один из пользователей опубликовал фото машины предполагаемого виновника аварии. Теперь ему придется ответить по всей строгости закона. Омские стабальники выбирают университет Достоевского. В ВУЗе сейчас разгар приемной кампании. Полторы тысячи абитуриентов уже подали заявление. В их числе 11 отличников, набравших максимальные оценки на ЕГЭ. Шесть человек, отличившихся по русскому языку, хотят выучиться на филологов и лингвистов, юристов и экономистов. Отличники по химии подали документы на направление химия и химическая технология. Один абитуриент-стабальник по литературе решил связать свою жизнь с филологией. Отмечу, что в этом году в Омской области наивысший балл на выпускных экзаменах получил 51 школьник. Миллион за скорость. На Омском ипподроме соревновались лучшие наездники из Кокуны России и Казахстана. Здесь прошли самые престижные конные скачки страны Большой Сибирский круг. Что объединяет омские соревнования с английскими королевскими скачками. И как зрители сорвали куш. Подробности у Елены Смирновой. Клубы дыма на Омском ипподроме от топота лучших копыт России и Казахстана. Десятки рысаков из Омска, Новосибирска, Алтая, Хакасии, Павлодара соревнуются в скорости, жакеи в мастерстве. Свои секреты успеха не раскрывают даже после удачного заезда. Готовились как обычно. Ничего нового не изобретали. Вот и он рассказывает то же самое. Приличный ипподром. Раз выиграли, это радует. Понятно. Уровень... Нравится ипподром, на котором выигрываешь. На старт выходят скакуны старше трех лет. Для них дистанция 1600 метров. Два с половиной километра нужно преодолеть рысакам старше четырех. На кону миллион рублей. Сорвать куш могут и зрители. Для этого нужно угадать лидеров заездов и сделать ставку. На кого ставили? Мы ставили на победителя, на фаворита. Почему? Ну, потому что... Как определили, кто фаворит? По резвостям. Там программки уже написаны на резвости. Одна из визитных карточек и неизменный атрибут, пожалуй, любых скачек. Это, конечно, стильные шляпки. Самый строгий дресс-код для дам действует на королевских скачках в Великобритании, на ипподромы Туманного Альбена. Но без стильного, оригинального головного убора женщину могут и не пустить. Впрочем, это не ограничение, а скорее возможность выделиться. Третий день скачек, так и называется, «Лэдис Дэй». Обладательница самой оригинальной красивой шляпки получает специальный приз. В России строгих правил на этот счет пока нет. Но, тем не менее, многие зрительницы, в том числе и я, традицию, пусть и неофициальную, поддерживают. Благодаря фильму «Красотка», соответственно, вот платье в горох, ну и шляпка. Пригласила очень много подруг, друзей, решили устроить конкурс шляпок. Ну, понятно, что это будет все импровизировано, но мы будем стараться. При зрительских симпатии в итоге достался самой юной участнице. Большой сибирский круг можно назвать русским «Райл Аскот». Соревнования крупнейшие и самые престижные в России. А Омский ипподром один из старейших в стране. Ему 131 год. В 1891-м сюда даже приезжал цесаревич Николай II. Он побывал на скачках и лично наградил победителей. В городе тогда жили 30 тысяч человек. Каждый шестой горожанин присутствовал на празднике и видел высокого гостя. Мы любим лошадей, и у нас есть фанаты этого направления. Сегодня и область поддерживает племенную работу, поэтому над этим направлением усилена работа. И это сказывается на то, что сегодня и география, вот хозяйство, которое у нас есть в регионе, она с каждым годом добавляется. Люди совершенно порой занимаются в другой отрасли, но находят себя в этом направлении. Им очень интересно. И мы знаем, что конный спорт, он дорогой, да, и, соответственно, находятся средства именно частников, которые вкладывают в это развитие. Отсюда и результаты. Помогает омским скакунам, видимо, и домашняя беговая дорожка. Ведь главный приз скачек Кубок губернатора по итогам всех заездов вновь завоевала омская сборная. Елена Смирнова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Многодетным омичам выплатят почти полмиллиона рублей на компенсацию ипотеки. На помощь смогут рассчитывать семьи, в которых третий ребенок или последующие дети родились после 1 января этого года. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Максимальный размер выплат составит 450 тысяч рублей. Эти деньги можно будет использовать на погашение задолженности. Отмечу, что в Омской области второй год реализуется программа по льготному кредитованию. По инициативе Александра Буркова из регионального бюджета выделили 360 миллионов рублей на снижение ставки по ипотеке на 3%. Омск войдет в киноленту «Герои нашего времени». Автор документального фильма «Путешественник Павел Кобяк» прибудет сегодня в наш регион. Экспедицию посвятили 30-летию службы МЧС России. Участники пробега на мотоциклах и автомобиле стартовали из Санкт-Петербурга. Неделю назад протяженность маршрута 13 тысяч километров. Посетят путешественники 20 городов России. В каждом будут снимать героев нашего времени. Профессиональных спасателей и тех, кто помогает людям по зову сердца. В Омске Павел Кобяк пообщается с сотрудниками Омского отделения МЧС. Ну а завершится тур на востоке страны на острове Сахалин. В городских скверах распустятся цветы за 12 миллионов рублей. Такую сумму выделят в этом году на проведение выставки «Флора». Флористы представят свои фантазии на тему театра. Композиции расположат в выставочном и Воскресенском скверах, а также площадках на улицах Тарская, Партизанская и Ленина. Цветущие арт-объекты Омичи увидят 1 августа. Гулять среди цветников и альпийских лужаек можно будет неделю. Затем композиции демонтируют. Пройдут по следам легендарных мореплавателей. Более 30 тысяч миль яхта «Сибирь» отправилась в фургосветку. Экспедиция, посвященная 200-летию, открытие самого холодного материка стартовало в минувшее воскресенье от Тобольских ворот. Для того, чтобы покорить просторы сурового Северного Ледовитого океана и преодолеть весь маршрут, судно основательно подготовили. Установили солнечные батареи и навигационные системы. Купили современный мощный двигатель, поставили новые паруса. Из Омска яхта пройдет по Иртышу, Обской губе, по западной части Северного морского пути и через Беломорско-Балтийский канал прибудет в Санкт-Петербург. А высадиться на берегах Антарктиды экипаж планирует в январе 2020 года. В составе команды 6 человек. Еще 25 путешественников будут поочередно присоединяться к туру на протяжении следования яхты. Ну а водрузят флаг России на станции Белинсгауза на 28 января 2020 года, спустя ровно 200 лет со дня открытия Антарктиды. Яркие театральные выходные провели в парке на Королева «Тысяча мечей». Здесь с аншлагом прошел грандиозный 10-часовой опен-эйр, который организовали для зрителей музыкальный и ряд других театров. Посетители с удовольствием примеряли сценические костюмы, знакомились с работой бутафоров, гримеров. Дети пробовали себя в роли кукловодов. Под открытым небом актеры представили постановки различных жанров. Ну а кульминацией большого праздника стало выступление звезд российских мюзиклов Виктории и Антона Макарских, которые вместе с солистами Омского музыкального театра исполнили песню «Бель» из постановки «Нотр-Дам-Тепари». Не покидай меня, безумная мечта, Дрова мужчину превращает в красота, И после смерти мне не обрести покой, Я душу дьяволу украдал за ночь с тобой За ночь с тобой Культура — это самое то, что нас объединяет, Что в любом состоянии мы можем приезжать и петь, и общаться от сердца к сердцу, от души к душе. В нашем мире сегодняшнем есть очень много разделяющих, разъединительных моментов. И вот такие фестивали, такие мероприятия работают на объединение. Это очень важно. Очень важно быть вместе. И последнее вдохнут виртуальную жизнь в 400-летние фолианты. В Пушкинской библиотеке оцифруют 1650 редких старинных книг. Работу запустили в рамках нацпроекта «Культура». Рассчитана она на 6 лет. Полистать страницы уникальных изданий смогут не только мечи, но и жители всей страны. В режиме онлайн они будут доступны пользователям национальной электронной библиотеки. Сейчас в фондах Пушкинки хранятся около 3000 редких книг. Самая старая из них была выпущена в 1638 году. Всего же библиотеки страны в ближайшие 5 лет в онлайн-формат переведут 48 тысяч изданий. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде. Сегодня, 8 июля, по области и в Омске дожди и грозы. Температура воздуха в районах в дневные часы 22-25 градусов выше нуля. В Омске днем 21-23 градуса со знаком «плюс». Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. Следующий выпуск новостей смотрите в 14 часов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин